С вами Каспер, с вами ОСПЛ ОТОН 2011, который проходит в городе Алмата. Мы находимся в дворце спорта и у нас матч между такими командами, как РАЖ и Гараж Гейминг. С вами Каспер, с вами Каспер, с вами ОСПЛ ОТОН, который проходит в городе Алмата. Да, было небольшое такое выступление. Ну, что можно сказать по поводу происходящего? Сейчас там проговорят, я назову фики, фаны, там разгоняют людей. Но мы сейчас разберемся с этим. Я пока открыл таблицу, не буду вам ничего говорить, я думаю, вы сейчас сами все там рассмотрите, это нормально. Да, друзья, у нас начало игры, сейчас стычка в самом начале игры, посмотрите, ловят, ловят. Здесь Вингу, Эйс находится под ударом, Смайлуха убегает, нет, это все-таки Ферстблад, Бейер забирает Ферстблад. Гонят, гонят, еще теперь из Биг Трус, Шерлиф, и нет, на Лухе, Бейер еле уходит. Все-таки уходит, посмотрите, 57 здоровья осталось. Да, сейчас я поставлю Ферстбары для того, чтобы вам было более удобно ориентироваться, да и мне. По сути тоже. Где-то играем, вот они, индикаторы здоровья. Начало игры просто очень жесткое, а ходки говорят, что не настроены. Ну, ставим первая минута игры, сейв, и начало очень динамичное, команда Раш открывает счет. Хорошо, хорошо. Ну что, настраивайте ходки поскорее, и будем продолжать. Да, видно, сейчас ребята серьезно настроены. Не очень хорошее начало для команды Garage Gaming, но они могут собраться и показать отличный уровень. Итак, у нас счет 1-0. Мы продолжаем смотреть за матчем. Неужели будет еще одна драка? Экс-сплит. Экс-сплит. Да-да, слушайте, как-то все затихло. Я вообще даже не успел назвать толком пики и кто на ком играет, потому что драки возникли там на 30 секунде, точнее за 30 секунд до появления гриппов. Ладно, начинаем. Команда Раш. Айми на Баланария. И Матко у нас играет, собственно, на Вивере, Бир, на Опарэйшене. Лонли. Кристал Мэйдон. Мойска вступили в бой. И Грейс на Добионе. Там как кричат. Очень жестко. Год. Гиндранер у нас стоит пока что на видео. Против. Так, тихо, тихо. Бойска вступили в бой. Бойска вступили в бой. Смайл он сыграет на венге, как бы это ни было, странно. И, собственно, наверное, сыграет на редукторе, но сейчас начинает за 5-0 рублей на Колдфит на 3-4, но он уходит. Уходит у нас Галидан. И, вроде, опять немножко нормализовалось. На других линиях, смотрите, мы посмотрим, что ничего, потому что основной экшен будет развиваться именно здесь. Могут, могут звонить. Посмотрите, опять кидает Колдфита, просто не дают спектрепод этих крипан. И у нас тут правильно делают. Могут, могут себе это позволить. Очень сильные люки. Колдфит, колба и там стан ДК задул. Все, до свидания. Практически любой из героев, кто отобьется от стада. Ну, наверху, пока стоит достаточно спокойно стоит Санна. На ней нет, против мира. Хотя, по сути, тоже там ничего серьезного противопоставить. Пока не смотрят. Милитан. Милитан, безусловно. Надежда команды Гараж Геймер. Войска вступили в бой. На которых, по сути, и лежит вся ответственность за происходящее. Да, боятся, боятся подходить. И прекрасно понимают, что любая вывозка крипам, неосторожное действие, приведут к моментальной смерти любого из героев команды Гараж Геймера. Достаточно сильная комбинация сейчас и команды Раш на 3-е. И вот, смотрите, опять пошла нова. Полтвит, кидает стады. Хорошо. Лоу-КП Эгрей задувает. Стравит стады. Погибает и ждет. Разменивает на ДВА. Один в один. Цемочка, цемочка на лоу-КП. Убил трассы игроков. И, наверное, было не самым правильным решением. Могли постараться запокусить. Но Вингайзер просто лоу-рэйндж. Просто банально не могла подойти к Кристалмейдену. И в результате распределились. Один в один. Очень неплохо. Хорошая начала игры. Очень динамичная. И я думаю, что именно для этого собрали здесь. Да, на Винге пока все спокойно. Никто никого не трогает. И опять же говорю, я не могу упоминать некоторую информацию. Потому что команда меня слышит. И я постараюсь просто показывать на экране, где что происходит. Да, у Вера пока там все спокойно. Но у нас опять продолжается легче на дизу. Нарезают, нарезают за то, что до Вингнайта. Он тоже не может себя спокойно здесь чувствовать. Есть у него ринг-опротекшн. Если какой-нибудь встал в силу, то прохарасить ему просто беззвучайно трудно. Войска вступили в бой. Экранер просто не подпускает баланара крипам. Но вот тут тоже достаточно жирный. И хотел поставить ему что-либо. Тоже достаточно проблематично. Спектра вообще 6 пунктов добила последнюю. У Драгностайда 4, в общем, 3 плана отрепую, играю очень агрессивно. И не дайте никаких шансов своим основным кэрри для того, чтобы набить себе хоть какие-никакие айтемы. И уже продолжить игру, конечно, в ритме. Что-то так за ману вообще-то увидит, когда Декар Брян подошел. Получил пару плюк. Соритью и цепляет вещь Доктора. Холдфит сразу же залетает. Задувает еще одна плюка. И Доктор выживает, но заберзает. Атакует Рагностайда 5. Теперь забирает все-таки Венеса. Продолжается погоня. Теперь за Грейсом ЦМК. Но ЛКП уходит. Зализывается. Зализывается Грейс. И гонят. Теперь же спектрую еще холдфит. Но по-любому, по-любому, должен уходить Аммедан. Так четко там просто разбирают. Дорогие команды раз. Слушайте, 1-3 уже в пользу. Тут небольшая машина со стороны Кода. Ничего, в принципе, особенного пока не произошло. Ну и на Докторе по-прежнему спокойно. Как только Вьер подходит, сразу же ловит пару плюков. Вот и Далонов, и больше ничего он не может сделать. Ну, нашу кучу. Побегал, побегал. Вышло, хватило. Виктор очень сильно рискует. Смотрите, опять пломба. Будет ли колдфит? Не было, не было маны просто. Оперейшно. Моиска обступили в бой. И Грейс. Грейс, конечно, набирает оборотов. 9 крипов, по сути, не играет большой роли. Главное здесь это то, что крипа доминирует. Они имеют большее количество врага, большее количество опыта. И, как следствие, отличные спилы, которые в начале игры у той же ЦМ-ки. У кого за оперейшно наносит огромный дэмэдж. Наконец-то оттавили, хоть бы покоен. Да, ну, давайте посмотрим пока, что у нас происходит на миде. На миде просто. 26 на 6-е годов. 26 на 6-е 13-е годов. Всего лишь в Айме. Год по полной перимпартирует своего оппонента на линии. Вообще просто без шансов. А тут у нас, опять, спичка, я так понимаю, сейчас замечается. Битва за китар-культу. Нет, все-таки не забывай, Лис. Посмотрите, атака сразу же выдает. Добиона начинает резать еще два удара. Нет, выживает. Все-таки заюзал стикет. 15-13 концов. Вот она, вот она, спичка. Отлично, забирает. Еще ЦМ-ку можно постараться. Убить. Подрезала, но умирает немножко впервее. Размен 2, баха-су-1. Бир, бир остается здесь. Есть манер, да, посмотрите, залетает. Старк. Еще полфит по Венгену просто развернуться. И дать еще одну плюшечку. Хорошо. Просто отлично. 1-3. 1-3. Поменяли спектру на трех героев команды. Раз, еще 4-4. Какая плотная схватка. Просто невероятно. Да, у меня вообще просто... Стерп съехает, ну-ка, тут будет экран. Мойска вступили в бой. Итак, Энигма 18-17. У Вивера 21 на 9. Тут все более-менее ровно. Разве что по экспе Вивер, я так понимаю, немного выступает. Мало того, что там крипы кушаются. Плюс еще и динает. Достаточно неплохо там Санта. 33 на 6 у нас есть. 16 на 2. На миде, я понимаю, что Баланар пока что-то по шансам зашел. Ну, а внизу все-таки последнюю драку очень-очень-очень хорошо провела команда Гараж Геймер. И Абилисер во революбацию вернула баланс в игру. И теперь интрига сохраняется практически. По опыту 0, ребята, уравнялись на 5-й. Ну, их 4,5, ладно. Просто Пиктра умерла первее, чем Crystal Maiden в предыдущей драке. И поэтому, ну, немного проблематично. Город на баме. Планюк, ну, Пиктры, но это не суть как важно. Главное, что мы ее не продолжаем убивать. Да, посмотрите, нашли здесь Вич-доктора сразу же, колдфит, колба. Но это просто нереальная комбинация. Банга отлично прыгает и не дает ударить. А тут Баланар все-таки, ой, там забирает НС-а. И нет, нет, просто крип шальной забрел. Я думаю, сейчас с ним быстренько разберутся достаточно. Что тут одну кистру оставили. И понятное дело, что сейчас Пиктар будет играть очень аккуратно, но все равно раздает колба, еще колдфит, кидает, даггер, он входит и нет, не замерзает. Это исследование было походом со стороны команды. Раз, ну, мало ли, вдруг нырнули по Тауэр, попытались забрать. Но все равно там одно, два тп, и атака была бы обречена. Просто обречена. Блэкхол, Вивера на топе, посмотрите, минус Армошаш, залетает, надо еще две плюльки, минус Вивер. Отличный ганг от Смайла. Да, если не изменяет моя память, это именно Смайл. Хорошо сыграли, очень неожиданно на самом деле, и Блэкхол был очень в тему. Причем, что Блэкхол, что появление овенги, было практически непредсказуемо, потому что, вы видите, никак, никак не могли заметить. В общем, стоит тюрьма, и борты тоже достаточно интересные. Мы видим, в каких местах они находятся. Не буду я говорить по поводу бортов, где что и как, почему, в целях безопасности моей. А на топе тем временем умирает уже первый Тауэр. Смотрите, Вивер ничего не мог против этого сделать, и забирает его Санта. У Санта там по деньгам сейчас должен быть нормальный прирост. Тауэйс заряжает станция по эталону, и минус. Кристалл Мейден и Вивер вынуждены отступать, потому что просто схватит еще пару подач, там, стан, и тоже рискует отведеть. Отлично, отличная игра от команды Гараж. Что там у Санты? Смотрите, наверх там денег. Отличное количество. Ну, сейчас Войт залетает, Миндранер. Смотрите, Верка на костюм бегает. Баланар ночью за ним продолжает преследование. Аймин продолжал гнаться, но нет, все-таки развернулся, и решил больше не напрягать Миндранер. Вот, отбивается год, и ему уже, по сути, ничего не угрожает. Да что ж такое-то? Все нормально. А мы потом как-то пофиксим проблему. Надеюсь, кто-то подойдет, потом разберется. Полетел на покатагер, но это такой обновеченный был из Машак. Просто пустает ротаманы, по сути. Да, и Вивер просто теперь не может подойти к Энигве, потому что и Далоны будут просто не прощать. Огромное количество урона, и Донгий Вивер будет на грани уничтожения, по сути, находиться. Посмотрите на перемещение команды, и учитесь, как нужно действовать. Отлично, посмотрите, встреча в лесу. Хорошо залетает, Банка по двоим. Стат залетает еще и Баланара. Айми просто ничего даже не успевает сделать. Пару шагов ульта Топорычина просто потрясающе. Сват ДК забывает на лог-леплее. Обичный оптор. Цемп, который на лог-леплее разбежал еще один в один. И ДК, ДК, порни дракона, нарезает минус все-таки. И НС умер от нейтрала. Вот это, конечно, жестко. Улетает, улетает у ДК. Но НС там четко отдался вообще на нейтрала. Не дал противников. Холянного опыта. Да, сейчас я, наверное, сделаю сейв. Войска вступили в бой. 50 минута. Погнали. Во избежание всяких неприятностей. Счет 8-7. Игра очень динамичная. Чрезвычайно динамичная игра. И команды... Такой стиль им просто присутствовал. Мы видели, что... Вчера они показывали себе примерно похожую игру. Как одни, так и другие. Но вот РАЖ действует немного более пассивно. Но сейчас, сейчас команда Гаража вынуждает их изменить свою тактику игры. И мы видим, что у них это получается весьма неплохо. Хотя Гараж, конечно, поопытнее. Я думаю, никто с этим спорить не будет. И, безусловно, это тоже играет свою роль. Например, вот как сейчас. То есть ситуация была заведомо выигрышная для команды Гараж Гейминг. Но все-таки каким-то образом... Вот Культа Парыч, он на самом деле очень сильно завершал под правую пиру. Действительно попал под четверым. И нанес огромное количество урона. И, по сути, задизейблил того же ВД. Поймали, поймали здесь. Ширлиф и нет. Да, и Иллидан, скорее всего, здесь будет умирать. Цветает полба. Еще пару ударов. Минус. Пир Киллинг спрей. 8-8. Срамняли счет. На город на память. Войска вступили в бой. Достаточно интересная ситуация. Вот сейчас выходим из Смока. Видят, чем тут занимается Вивер. Я знаю, чем ты занимался в прошлом году. А тут продолжается прессинг. Заходят на паталок Валанар. Надеют найти кого-то, но никого. Понятное дело, он не найдет. Начинается день и Айминг становится менее полезным. Даже помягче. Ну, а тут мы видим, что происходит. Мойска вступили в бой. Кушат, кушат, кушат за меня. Актидом. Находят Вивера, шипелшот и очень хороший. Да, и Вивер, он шипучий, уходит. Не получилось привязать. Какая-то непонятная там траектория была. Изначально. Винга еще нарисовалась. Обратите внимание, такие есть интересные вещи. Надо было. Да ладно, как его тут могли убить? По центре просто разбили жестко Вивера. А в это время внизу кушат Тауэр. И по сути команда Гараж Гейминг поменяла. Точнее не команда Гараж Гейминг, а команда Раш поменяла одного своего Вивера на вышку. По сути, по деньгам это более выгодная сделка для НИК. Но мы видим, что и НИК решила не сдаваться просто так. Начинает кушать Т2 Тауэр на топе, для того, чтобы как-то сбалансировать положение на линиях. Видимо, сейчас летает препаратов, хватает их под боем и вынуждается скопить команду Гаража. Войска вступили в бой. Игра очень напряженная. И вот Баланар, конечно, этому тоже способствует. Весьма динамичный герой. И мы видим, чем это заканчивается. 14 минут у нас это прошло и счет 9-8. 9-8 очень плотный по вышкам. Ситуация тоже примерно одинаковая. Три Тауэра минус у одной команды, минус два Тауэра у другой. Одна вышка, по сути, ничего тоже не решает. Но, тем не менее, НИК все-таки вносит в игру. Поэтому давайте пробежимся. Мы уже видели, что парни находятся. Мега, Бас, Молвинтранер. 14 на парень. Сол ринг и НИГМА. ДК тоже там собирает себе лангвардик. Но это не так уж и важно. Давайте посмотрим, что там у Вивера. У Вивера Ринг оф Хеллс, ПТ, Базила. Если для кого-то, может быть, плохо видно с экрана. Экран, кстати, огромный и очень крутой. У нас такого нету. На центре. Деклау промахивается станом. Здесь Смайл попадает в крипа. И НИК начинает лаковать. И курицу с собой захватил. Но для большего устрашения противника. Слапает, драгонтайд. Еще залетает стан. Грейс. Грейс ЛОКП залетает. Еще ульт аппарат. Отличный шоколшот. И вот, трет в руке. Но Вингантор на ЛОКП обрывается. Здесь Санта. И Санта бэклоу. Бэклоу ловит только... Нет, двоих все-таки ловит. Там еще аппарат. Что-то ничего не мог сделать. Минус два от команды Гараж Гейминг. И продолжает. Теперь уже на Кристалмейден. Но Айс Вортекс их останавливает. Останавливает Айс Вортекс. Нет, не собирается останавливаться. Здесь год. Достают третки три. Сталка. И минус три. Сталка минус три. Хорошая игра. 12-9. Впереди команды Гараж. Один в три. Один в три. И сейчас мы видели, настолько четко и слаженно действовали игроки из России. 53 кубки. 12 кубок, в принципе, нормально. Да, наверное, я сейчас тоже делаю сейв. Я все вступили в бой. По избежанию, опять же, всяких непоняток. Ну, будем сейвить стабильно каждые пять минут. Какой коварный. Как коварный НС. Кстати, очень важный момент, то, что пропал здесь коварный. Ну, и пока что небольшой затишний. Мы наблюдаем на карте. Я, опять же, говорю, ситуацию так, навскидку. Ну, Гараж действует реально, как мне казалось, немного слаженнее. Хотя и у команды Rush мы видим некоторые наработки. Видно, что они уже далеко не в первый раз играют против серьезного противника. Никакого мандрада противника невинно. Смело кидаются в бой, воюют, размениваются. И это, на самом деле, огромный плюс. Потому что бывает такое, что в заведомо выигрышной ситуации команда может просто развернуться и начать бегать куда-то по лесу, фармить или что-то что-то там будет. Командрад, какого они могут заметить, они стараются максимально, максимально насыдить игру драками и экшеном. Парэйшн, да, вот мы видим, появляются, появляются все новые артефакты, которые, безусловно, несут свою лепту в исход поединка в дальнейшем. Пускай герой там не засветится, я просто не имею права этого говорить. Тем не менее. Войска вступили в бой. И находят здесь Вичдоктор, залетает Ова, сразу же колба, и тут без спешатся просто, отвлетает НС. Да, пошел в лес НС, и получилось тут нормально пробежаться. Ну, слишком близко находилась команда противника, и там они знали, где он находится. Посмотрите, врыв еще найти, тут задувает, но вообще непонятно, кого задувал тут драконснайд, возможно, просто хребов убивали для того, чтобы запушить Тауэр. Бойска вступили в бой. Такие тактические перестановки, что просто, ну, мы сдержим, а что происходит, там, смотрите, тратится кейм, видимо, серьезно настроена команда Гаража, что на защиту этой вышки. Да, они по ряду почти, почти с ПКБ. И, за дэнайл, за дэнайл, за дэнайл, сиркисанта полетела, баночка танцевка на ЛОКБ, посмотрите, еще плюха залетает, но там, и смотрится, санавляет, не долетает. И, посмотрите, Вичдоктор на ЛОКБ погибает, снова НС, драконснайд танкует, очень просто танкует, но ловит стат, много урона. Просто terrible, terrible damage, проколол его год. Просто улопнул только что ДК, как воздушный шарик, зеленый мой любимый цвет. Да уж, и счет 14-11, команда Гараж Гейминг идет. 19-ая минута игры. И совсем скоро начинается ночь. Вот я думаю, что этот факт тоже стоит отметить, что в ближайшее время будем наблюдать достаточно активные действия со стороны команды Rush, если, конечно, они вообще собираются что-то делать, но ситуация благоволит. Просто грех баланаров не побегать, не погангировать. На миде. Не может, что-то получается. И нет. Да, посмотрите, баланар врывается, у нас хоста, оказывается, у виндраны, она спокойно убегает, не получается, больше никого-то спануть. Так, подрались, подрались, пока жуками, продолжается, поконя, новые цепляют, здесь НС-а, хорошо откидывает, банку, нет, НС-а все-таки еще кидают колбу. Опять будет минус НС, хороший шоколшот, но слишком поздно. Слишком поздно, и опять НС погиб. И в меньшинстве продолжать сражаться, в принципе, не вариант для команды Garage Gaming, они это тоже понимают и отступают. Позиция у них была, мягко говоря, не очень. Слишком разрозненно они стояли, один вот здесь, второй там вниз, третий еще где-то внизу. Так что не получилось, что они съезды просто урона, в то время как Rush были просто очень плаком собраны. И, собственно, как результат, вот такие действия с их стороны еще урона аппарата. Достаточно быстро. Вот, эталоны. Идут. Ну, тут все прекрасно, видно, поэтому... Да, забирает Рошана. Сразу же накричала. Винга, ну, вот, вроде бы все разбежались. И буквально там через минуту... Мояскам ступили в бой. Засейвить. Не подожди сейчас. Я думаю, это будет более верным вариантом. 14-12. Какая напряженная драка. Я вот просто смотрю сейчас за ребятами. Они действительно играют очень серьезно. Никакого его расслабления. Там Билат тоже сидит, точнее, стоит. Мервничает. Просто игра действительно похожа на качели. Я не могу в другую сторону. Склоняется баланс сил. Но в результате тут, конечно, будет очень... Мояскам ступили в бой. Вот этого персонажа. И видана на спектре. Кстати, по деньгам, мы видим, что на спектре все достаточно неплохо. Есть фанквард, есть курицы. Да, и в кармашке далеко не пюсах. Да, в форстав, у меня колбиндранер. Появляется не такой интересный артефакт у Смайла. Не буду пока ничего говорить. Баланар. Кур на ПТ. И дать каркана у Афарейшена. Войска вступили в бой. И заходит, заходит сейчас сзади. Айми начинает. Тут подай с Вортехсом нарезать. Ширлиф и нет. И уходит. Все-таки, да, слишком быстро. А спектра там, фрезы. И просто несмотря на то, что ночь. Несмотря на то, что конится Баланар. Еще и пир был рядышком. Бой, по идее, должны были просто остановить ее на месте. О, как пробежонок. Здесь все, смотрите, уцепляет. Здесь все-таки Санду. Бой, залетает. Еще идет. Культ аппарата Санда надувается. Тратит, тратит. В результате просто бедушки на тайги обратно. Так как никого не нашел, правильно сделал. Не стал лезть дальше. Потому что это была бы просто отдача. Никого не было рядом. За исключением.